Путешествие по Вселенной вместе с Европейским космическим агентством. В Среде на Земле создают испытательные камеры. Один из крупнейших микрокосмосов находится в нидерландском городе Нордвейг. И здесь готовят к полетам аппараты Европейского космического агентства. Большой космический симулятор позволяет нам максимально воссоздать на Земле то, что происходит в реальных условиях полета на космическом корабле. Вы сами видите, как можно приблизиться к космосу, не покидая нашу планету. Конечно, мы не можем имитировать микрогравитацию, но мы можем воссоздать температурную среду, космический вакуум, а также разные фазы Солнца. С помощью мощных источников света и зеркальных отражателей в лабораторных условиях воссоздают различные фазы солнечного цикла. Это позволяет понять, как радиация воздействует на помещенный в камеру космический аппарат. Это недостаточно, когда речь идет об абсолютно новой технологии. Выяснить, действительно ли она работает так, как обещали создатели, можно только на орбите. И так появились микроспутники проба, которые мы сейчас используем. Они позволяют нам окончательно удостовериться в надежности этой технологии. Проба-1 разрабатывался как мини-спутник для испытаний на орбите Земли. Стоил он относительно недорого и был похож на стиральную машину, украшенную солнечными батареями. Микроспутник отправился в первый полет 10 лет назад на борту индийской ракеты-носителя. Он был выведен на полярную орбиту на 600-километровой высоте. В его задачи входило наблюдение за уровнем радиации и тестирование нового поколения аккумуляторных батарей. Программа была рассчитана на два года, но продолжается и по сей день. Главной задачей первой пробы, давшей имя серии микроспутников, было проверить, возможно ли такая автономия на орбите. А позже мы разослали предложение всем, кто хочет использовать этот космический аппарат в своих исследовательских целях. И у нас в итоге появилась коммерческая полезная нагрузка. Помимо основных задач, есть еще одна дополнительная нагрузка — фотонаблюдение за нашей планетой. Разрешение не столь высоко, как на снимках, сделанных оснащенными мощной оптикой большими спутниками, но польза от этих фотографий, огромное использование фильтров для световых волн разной длины, открывает целый спектр возможностей. Создание первой пробы началось в 1998 году. Мы использовали технологию 30-летней давности. Конечно, возможности шагать семимильными шагами, как, например, в области мобильной связи, нет. И все же технология развивается. Принципы, размеры, массы — те же. Но начинка с каждым годом все более и более впечатляет. В 2009 году Европейское космическое агентство запустило в строй второй миниатюрный спутник. На орбиту его вывела российская ракета-носитель, стартовавшая с космодрома в Плесецке. Помимо главной задачи испытаний нового поколения солнечных батарей, была еще одна цель научного характера. Спутник был постоянно обращен к Солнцу, и поэтому было решено с его помощью изучать нашу звезду. Согревающее землян небесное светило при внимательном рассмотрении напоминает адскую машину. Это огромный шар горячего и горящего газа, где постоянно происходят ядерные реакции. Мы, по сути, живем в гелиосфере, так что в какой-то степени в атмосфере Солнца. Радиация, исходящая от этой звезды, частицы, исторкнутые ей, доминируют в атмосфере Земли. Цикл солнечной активности длится в среднем 11 лет. В кульминационный момент солнечного извержения произведенная энергия резко выплескивается в космический океан. Идет мощнейший электромагнитный поток, и спускаются огромные дозы рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет просто зашкаливает. Иногда в космос выбрасываются частицы с поверхности Солнца. Когда этот ураган достигает Земли, мы называем его геомагнитной бурей. А когда частицы проникают в магнитное поле, мы на севере Европы видим результат — красивое сияние. Северное сияние — это один из эффектов воздействия солнечного ветра на Землю. Видимая часть прекрасна, обратная сторона медали от глаз скрыта. Некоторые геомагнитные бури вошли в историю. Крупнейшее накрыло планету в 1859 году, получив название «Событие Керрингтона». Северное сияние видели даже Карибы. Яркость была такой, что ночью можно было читать без свечей. Солнечный супершторм тогда вывел из строя телеграф. Если подобное произойдет в наши дни, первыми жертвами массированной атаки Солнца станут спутники. Следующая потенциальная мишень — электросети, линии высоковольтных передач — могут быть выведены из строя. Транспорт станет. Современный мир настолько зависим от спутников и электричества, что масштабы хаоса сложно себе представить. Некоторые ученые утверждают, событие Керрингтона повторится в 2013-м. Но так думают не все. Подобные солнечные суперштормы, как их иногда называют, события, так сказать, разовые. Они не связаны напрямую с циклами солнечной активности. И поэтому на данный конкретный момент у нас нет ни одной причины, ни одного признака, исходя из которых мы могли бы предсказать, что это произойдет именно в 2013-м году, на который, по прогнозам, приходится пик последнего цикла солнечной активности. Проба-2 — не единственный аппарат, который ведет наблюдения за Солнцем, но он вносит свою лепту в новую науку, цель которой — вычислить признаки грядущих солнечных извержений. Наблюдения за космосом уже позволяют приблизительно за два дня узнать о надвигающейся магнитной буре, а в этом случае предупрежден, значит, вооружен. В долгосрочной перспективе Проба-2 может внести вклад в общие наблюдения за солнечной активностью, что поможет нам определять подобные события и прогнозировать их, и тогда мы сможем подготовиться к сюрпризам, которые готовит Солнце. Сюрреалистичные тарелки антенн — словно гигантские грибы цивилизации, которые прочно вписались в мирный сельский пейзаж в Бельгии. В Орденнах находится станция мониторинга Европейского космического агентства. Именно здесь расположен центр контроля за полетами, где, в частности, следят и за микроспутниками. Проба-1 — спутник, который занимается наблюдениями за Землей. Его задача — фотографировать нашу планету. Сделать снимок легко, нужно лишь задать спутнику координаты цели, а дальше он произведет самостоятельно все необходимые маневры. А Проба-2 постоянно следит за Солнцем. Что касается контроля и регулирования стабильности работы, то все это происходит на борту спутника автономно. Именно из этого центра на миниатюрные спутники передают команду ученых. Здесь же аккумулируется гигантский объем данных, собранных оборудованием, установленным на борту. Информация из космоса затем передается в конечный пункт назначения. В данном случае в Бельгийскую королевскую обсерваторию. Это она разработала и курирует ЦУАП ИЛИРА. Так называется оборудование, с помощью которого на Пробе-2 ведется наблюдение за Солнцем. Задача аналитиков — расшифровать и перевести в читаемый формат тонны полученных данных, чтобы ученые далее могли использовать эту информацию. Данные попадают сюда в виде нескольких файлов. Однако эти файлы находятся в очень сложном, невизуальном формате. Они сжаты и наполнены разными, прямо-таки сумасшедшими деталями. Здесь мы файлы распаковываем и переводим их в изображение. И тогда эта информация становится полезной как для ученых, так и для простых обывателей, которые могут видеть, что происходит на Солнце. Все больше организаций и предприятий используют картинки и графики, поступившие с Проба-2 для того, чтобы составлять так называемые космические прогнозы. Благодаря этому они могут предугадать опасные события и защитить чувствительное оборудование и аппаратуру от магнитных бурь. Первые два мини-спутника из серии Проба были созданы на небольшом предприятии в Антверпене. Сейчас здесь работают над следующим космическим аппаратом, который получил название Проба-Ви. Создание идет по отработанной схеме, относительная простота использования проверенных материалов и надежность формы и размеры, как у предшественников. А вот миссия совершенно другая. Проба-1 и Проба-2 в основном демонстрируют технологии, благодаря которым ведутся наблюдения за Землей. Или же речь идет о научном оборудовании на борту, в то время как Проба-Ви будет выполнять конкретные задачи. И это настоящий прорыв в истории этой серии спутников. И это не все. Европейское космическое агентство работает над созданием следующей модели спутника из серии Проба. Его миссия амбициозна — научиться синхронному плаванию в космосе. С помощью Проба-3 мы хотим продемонстрировать совместный полет, создать в космосе невероятную конструкцию, которая будет действовать как единый механизм, но состоять из двух, трех и более космических кораблей. Сага миниатюрных спутников Проба длится уже 10 лет. Два в строю, третий, который будет наблюдать за ростом природного покрова Земли, отправится на орбиту в 2012 году. Первые модели продемонстрировали, что мы на верном пути, и благодаря этому достигаем всех поставленных целей. Спутники из серии Проба должны оставаться маленькими, быстрыми и дешевыми, но в то же время без инноваций, связанных с новыми технологиями новых целей, не обойтись. Скептики прозвали миниатюрные спутники Проба космическими стиральными машинами. Создатели не против. Стиральная машина, очень функциональная. Продолжение следует...